Сегодня у нас 581 выпуск Открытой политики и обзор событий за прошедшую неделю Невзирая на тревожную ситуацию и обстановку в стране На возросшую террористическую опасность и весеннее обострение Ради Фаритович всю минувшую неделю провел в отпуске Так называемом краткосрочном отпуске Злые языки даже предположили, что Хабиров отправился на карантин Перед встречей с Владимиром Путиным О которой якобы договорился с главой государства Сергей Чемизов Чьего покровительства добивался Ради Фаритович Наведываясь в Москву на минувших неделях Впрочем, я не разделяю вот этих влажных фантазий башкирских чиновников Скорее всего, это некая какая-то инстинктивная попытка Придумать какое-то обоснование для того Что у Хабирова все-таки есть какие-то важные московские покровители И они-то его спасут и выведут на второй срок Я думаю, что вот примерно такова природа Вот этих вот слухов про попытку Хабирова встретиться с Владимиром Путиным Буквально каждый день ко мне на улицах, в торговых центрах И в иных публичных местах подходят люди Жмут руку, здороваются, благодарят за нашу работу Это безусловно очень приятно и очень лестно Но, как говорится, из «Спасибо» не появляется ни карта памяти Ни осветительная лампа для наших съемок Ни новый аккумулятор взамен умершего для видеокамеры Поэтому призываю вас Поддерживайте наш канал материально Помогайте нашему каналу Сделать это можно на любую сумму Через расчетный счет, который мы вам демонстрируем сейчас И который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем канале в YouTube И пока Хабиров прохлаждаются в краткосрочном отпуске Экономические перспективы Башкортостана приобретают все более отчетливо тревожные контуры Пришлось перекроить бюджет 2024 года и скорректировать дефицит этого бюджета Он возрос на 20% и составил уже 12,5 млрд рублей Тем временем республика заняла последнее место в рейтинге ФРГО Этот рейтинг оценивает благополучие регионов И оценка исходит из математического соотношения средней зарплаты В отношении к минимальному набору продуктов и стоимости жизни в республике То есть берется средняя зарплата по региону И делится на ту минимальную сумму, на которую хоть как-нибудь можно выжить Так вот по этому параметру мы занимаем последнее место в этом рейтинге Это, согласитесь, очень тревожно Денег в регионе действительно становится все меньше На десятки процентов снижаются социальные инфраструктурные программы Но это не касается друзей Хабирова, которым деньги всегда находятся Например, на очередной подряд по благоустройству скверика «Мальчик с Кураем» На этот скверик из бюджета республики готовы выделить 300 млн рублей Ну и естественно их получат улыбчивые любители Арарата А то, что, например, с лекарствами ситуация все более и более напряженная и ухудшается с каждым днем Это Хабирова не очень интересует Лишь бы ребята с бородами и шашлыком могли регулярно получать вот эти подряды на благоустройство этих пресловутых сквериков, двориков и прочей билиберды Завтра, 31 марта в 21.00 на нашем канале в Ютьюбе состоится 102-й стрим «Открытой политики» Если вы хотите прислать вопрос заранее, то пишите его в комментариях вот под этим нашим сегодняшним видео Но, в любом случае, подключайтесь завтра к эфиру в 21.00 по уфемскому времени Обсудим крокус, обсудим все вопросы, которые накопились за последние две недели с момента выпуска нашего предыдущего 101-го стрима Так что всех вас жду, давайте ставить новые рекорды посещаемости В прошлый раз мы поставили этот рекорд и было свыше 1100 человек одномоментно на нашем стриме Многократно и цветисто Радий Хабиров рассказывал о своих планах заполонить башкирскую землю парками «Патриот» По задумке Хабирова, в этих парках из детишек будут ковать безжалостных защитников Родины и режима Учить их стрелять, бегать, любить Родину, расскажут им там про генерала Шеймуратова и прочее, прочее, прочее Первый парк «Патриот» уже открылся в Чешминском районе И там, как на конвейере, куют детишкам мозги и демонстрируют 4 единицы подбитой техники вооруженных сил Украины По замыслу Хабирова, второй парк «Патриот» должен был создаться на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Стерлибашево Но что-то пошло не так Не сработало почему-то единство Более ста жителей Стерлибашево подписались под обращением против превращения детского лагеря в парк «Патриот» Но надо же, какая незадача В Башкирском Белом доме шок Единство башкирского народа действительно оказалось реально только в отчетах Кельсинбаева А вовсе не в реальности Жители Стерлибашево не хотят видеть парк «Патриот» на своей территории Не забывайте подписываться на наш канал не только на Ютьюбе, но и в Телеграме и в Дзене В Дзене это дублирующий канал, если что-то случится с Ютьюбом или Телеграмом, ну вот вам будет Дзен Он абсолютно независим А также не забывайте ставить лайки, делать перепосты наших выпусков в соцсетях Все это очень-очень помогает нам для продвижения нашего канала Кировский районный суд Уфы на минувшей неделе вынес поистине восхитительное решение Суд признал факт превышения должностных полномочий Экс-руководителем ХАЗУ главы Республики Башкортостан Алексея Аглисламова Это те самые пиксельные елки, которые этот Алексей закупил в 2019 году по указанию неведомого начальства Он так и не раскололся и не рассказал, кто ему указал купить эти елки Следствие установило, что из 150 миллионов рублей, потраченных на эти пресловутые елки 80%, 92 миллиона рублей, это было завышение цены Сумма в 90 миллионов, которую переплатил Алексей Аглисламов красногорской компании Клерлайт Так в бюджет до сих пор и не вернулась, несмотря на решение судов и прочие-прочие вещи Но самый справедливый во вселенной районный суд усмотрел в действиях Аглисламова отсутствие корыстных интересов И потому наказание этому Алексею Аглисламову вынесли в виде штрафа 500 тысяч рублей Которые хохочущие во все горло Алексея Аглисламов просто вытащил из заднего кармана В котором у него всегда такая мелочевка найдется Получается так, ну по версии суда и следствия Бескорыстный чиновник дарит какому-то ООО в Красногорске 92 миллиона рублей Сверх суммы, которую можно было бы заплатить за эти пиксельные елки 92 миллиона рублей из нашего с вами кармана, из бюджета Это налоговые рубли А суд ему ласково так говорит Алеша, ну ты немного не прав Ну надо бы из этих 92 миллионов все-таки хотя бы 500 тысяч рубликов-то в виде штрафа внести в казну Ну как-то так получается Это вам не в снежки играть За что можно огрести лет 7 реальной колонии Кстати говоря, во время следствия и решения суда по делу Бориса Беляева На те же самые 90 с хвостиком миллионов рублей, кстати Тоже не было обнаружено корыстного интереса у Бориса Беляева Ну не доказано было, что он там получил взятку, откат за это все, за то, что ему вменялось Но ему-то все-таки выписали реальный срок Ну не будем говорить, сколько он из него отсидел И Кучербаеву выписали реальный срок, который до сих пор значит где-то там чалится А вот этому Аглеславову штрафик за те же самые 90 миллионов рублей ущерба бюджету Ну я, честно говоря, в шоке Как известно, с кадрами у Хабирова не заладилось сразу, как только он вернулся в Башкирию Прямо с сентября 2019 года и не заладилось Чехарда красногорских временщиков, Орда и Шембайской родни Прочие друзья-прихлебатели, всякие кости Шаги Муратова и прочие, прочие, прочие Ну и результат этой кадровой импотенции мы наблюдаем уже на протяжении пяти лет Вот, например, Башкиров Тодор Опять смена руководства После ареста Ильдара Юланова, бывшего таксиста, который возил Хабирова по Москве И после того, как этого Юланова водворили в СИЗО города Магнитогорска Подозревая в злоупотреблениях с бюджетными средствами кресло генерального директора Башкиров Тодора неожиданно занял бывший охранник Ильгиз Усманов Но просидел он в этом мягком кресле недолго, только 120 дней И теперь представляют нового директора Башкиров Тодора Динара Валеева Правда, сразу оговорившись о том, что фигура эта временная и назначают его всего на два месяца Становится все более очевидной сделка Хабирова по сокрытию реальных процессов, происходивших в Башкиров Тодоре В обмен, соответственно, мы ожидаем появления легендарного решателя дорожных и мостовых проблем Тауфана Аллахверде Аглы Садыгова Вот этот вот Тауфан Садыгов появится в скором времени с грузовиками денег Сбербанка Для так называемого оздоровления Башкиров Тодора Этот-то Тауфан в конце концов и назначит настоящего директора Башкиров Тодора Ну, в обмен, сами понимаете на что А еще у нас все время с кадрами скандала На этой неделе журналисты обратили внимание на одну прекрасную фею Фею башкирской медицины Надеру Кутыеву Если бы эта самая надера не боднула своим британским внедорожникам за 15 миллионов рублей Машинешку медсестры на служебной парковке И если бы восхитительная надера не начала отказываться возмещать ущерб всего-то в 36 тысяч рублей Никто бы на эту надеру внимания не обратил Но теперь обратили Дотошные журналисты выяснили Что просто неземной карьерный рост длинноногой красавицы Загадочным образом синхронизирован с карьерой министра здравоохранения Айрата Рахматулина Куда он, туда и она Куда Рахматуллин поедет, туда и восхитительная надера тоже едет Например, сдав ординатуру со второго раза в 2020 году Она отправляется в Дюртюлинскую больницу Собственно, туда, куда отправился и Рахматуллин И спустя всего два месяца, поработав там терапевтом Надера Кутыева становится уже заместителем главного врача больницы Ну, естественно, под началом Рахматулина Вот, понимаете, да, карьера Девушка только-только, говорится, получила врачебный диплом И уже она замглавного врача целой больницы района С переездом в Уфу Рахматулина Надера тоже отправилась в Уфу И тоже туда же, где работал Рахматуллин, в 18-ю больницу Заместителем главного врача Потом Рахматуллин становится министром А Надера Кутыева заведующий поликлиникой в Затоге Большое, кстати говоря, медицинское учреждение К моменту начала расследования славного трудового пути этой феи На сайте поликлиники она числилась врачом высшей категории Но с началом скандала эту информацию на сайте потерли, убрали И сказали, ой, вы видите, там мы что-то ошиблись, что-то там написали, извините На самом деле Надера Кутыева никак не может быть врачом высшей категории Так как для этого нужно иметь стаж по профессии По профессии 10 лет У нее он не превышает 5 лет А еще нужно сдать 2 экзамена промежуточных На первую и вторую категорию врача Между которыми по закону должно быть не менее 2 лет Между этими экзаменами К слову сказать, квалификационная комиссия Минздрава Не подтверждает и не опровергает наличие у Кутыевой Вот этой квалификации врача высшей категории Комиссия набрала воды в рот и пучит глаза Если это все-таки было, это, конечно, колоссальный скандал То есть если подтвердится, что ей как-то хитро сделали эту категорию То это, конечно, скандал Ну скандал и то, что вот эта юная леди В общем-то, ну уже дослужилась до такого высокого поста Руководит крупным медицинским учреждением Вся эта шумиха вокруг очаровательной докторши Породила слухи о скорой отставке Айрата Рахматулина Но полагаю, что говорить об этом, пожалуй, преждевременно А то, что вот эта вот надера заведует поликлиникой В этом, как ни странно и как ни парадоксально Есть неожиданный плюс Но она хотя бы сама никого не лечит Согласитесь, это неплохо Продолжают катиться по России информационные волны Порожденные январскими беспорядками в Баймаке 25 марта, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Генеральный прокурор Игорь Краснов Упоминая баймакские события Заявил вот что, цитирую «Необходимо жестко пресекать любые подобные проявления И повысить спрос тех, кто занят их профилактикой» Конец цитаты Ну, по сути, это был своего рода приговор 81 задержанному по Баймакскому делу Это была четко обозначенная государственная позиция И, судя по всему, исполнители на местах Услышат генерального прокурора Краснова А еще это был упрек в адрес Хабирова и его подчиненного Кельсинбаева Допустивших вот эти самые беспорядки на вверенной территории Пожалуй, что в этой истории уже скоро можно будет ставить точку Без всяких предположений К сожалению, 81 задержанные по баймакскому делу Вероятнее всего получат по максимуму Насколько позволяет российское законодательство Тем временем, все больше и больше желающих погреться Как говорится, у костерка событий И эти желающие выдвигают самые безумные инициативы и идеи В связи с баймакской историей Например, прямо из Казахстана Вещает пламенный революционер Юмагулов Призывающий почему-то бить челом И обращаться к Владимиру Путину Ну, Юмагулов отчетливо не понимает Что генеральный прокурор Коснов Как раз точку зрения Путина и высказал И обращаться и бить челом Путину Конечно, здесь бессмысленно и унизительно А вот вечно опаздывающий на митинг Урал Байбулатов Возжелал политической субъектности И пытается создать какой-то нелепый штаб Под своим началом Чтобы помогать этим задержанным и что-то там делать Ну, как-то раз этот Байбулатов уже создавал Движение Республика Давайте посмотрим вокруг Где мы видим деятельность, результаты этой республики и так далее Вообще у меня складывается четкое ощущение Что господин Байбулатов несет такую выраженную, отвлекающую функцию Ну, в общем, как говорится, началась рыбалка в мутной воде А тем временем 81 человек из числа задержанных Рискуют получить на самом деле очень серьезные сроки Помните, недавно в одном из наших выпусков Мы рассказывали о удивительном непотопляемом ООО Альбит Которое, если построит арку в парке Аксакова с нарушениями И эти нарушения зафиксирует прокуратура То к этому ООО даже никаких претензий не выдвигают А, как говорится, новый контракт с ним подписывают на реконструкцию кинотеатра «Победа» Вот об этом мы рассказывали в предыдущих выпусках Так вот, случилось чудо ООО Альбит внезапно отказалась заключить контракт по кинотеатру «Победа» И, как сказано в официальных документах, уклонилась от заключения контракта Но, если это не чудо, то это, как минимум, смена вывесок юридических лиц Тех самых юридических лиц, о которых так трогательно заботится лично ради хабиров Который лоббирует их интересы и которому он постоянно выписывает вот эти вот контракты Ну, посмотрим теперь, кому достанется контракт на реконструкцию кинотеатра «Победа» Покопаемся в учредителях и в корнях этих предприятий И поймем, это все те же люди или все-таки уже новые Тема теракта в Крокусе не сходит с первых полос За неделю, прошедшую с момента этой ужасной трагедии, которая унесла свыше полутора сотен жизней Накопилась масса вопросов Ну, и в основном эти вопросы, конечно, к российской власти Как такое вообще стало возможно на фоне сотен миллиардов рублей Которые ежегодно выделяются на содержание правоохранительных органов, силовиков и всевозможных Служб, которые призваны защищать нас от всяческих опасностей Как такое вообще возможно? Почему штурм здания начали более чем через час после того, как оттуда отбыли террористы? Кого, в конце концов, изловили на границе Курска и Брянских областей И как вот эти вот четыре штукатуры сумели за 18 минут убить 65 человек из автоматического огнестрельного оружия Для этого, знаете ли, нужно определенные навыки и определенное состояние души Кроме всего прочего, в те же 18 минут уложились эти же четыре штукатуры Которые так подожгли эффективно огромный комплекс в несколько десятков тысяч квадратных метров Что потушить этот комплекс так и не смогли То есть он просто сгорел Как такое возможно? Вот эти вопросы накапливаются Ну, и, наконец, главный вопрос Имеем ли мы право эти вопросы задавать? Или это уже, как говорится, статья? Мы провели опрос по поводу отношения к ситуации с терактом в Крокусе Среди наших подписчиков в Телеграм-канале В этом опросе осторожно приняли участие 1400 человек 91% из опрошенных считают, что этот теракт и эта ситуация Это провал системы обеспечения безопасности граждан Российской Федерации Вот как-то так И только 9% из опрошенных увидели в ситуации Пример успешной антитеррористической деятельности сильной державы Напомню, государство это финансируемая нами система В первую очередь эта система призвана обеспечить нам Нанимателям и содержателям этого государства Безопасность Это первейшая задача государства Но, похоже, в Российской Федерации Этот тезис давно не работает И у нас все, как говорится, по-другому На волне эмоций и страха После бойни в Крокусе Опять заговорили о возврате смертной казни в Российской Федерации Мы опросили более 2000 человек в нашем Телеграм-канале И вот вопреки истошному визгу пропагандистов российского телевидения 78% опрошенных высказались против возврата смертной казни И только 22% считают, что в Российской Федерации необходима смертная казнь Как ни странно, и чиновники очень прохладно относятся к этой кровожадной идее охлоса Чиновники понимают, что если что-то пойдет не так И вдруг в стране сменится власть То статья со смертной казнью в Уголовном кодексе останется И вполне возможно может быть применена против них А уж количество преступлений, за которые будет вводиться смертная казнь Если вдруг такое решение будет принято Я вас уверяю, будет стремительно увеличиваться Это будут не только террористы, педофилы и прочие упыри Тут же найдется статейка про какую-нибудь измену Родине или еще чего-нибудь Так вот чиновники, они понимают, что если вдруг мир перевернется И строй в Российской Федерации каким-то образом изменится Есть вероятность, что и против них будет применена вот именно эта ими же принятая статья Так что, повторюсь, чиновники не очень поддерживают эту идею Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова